Всех приветствую на моем канале. Компания Jeep показала новое поколение своего легендарного равного внедорожника Vagoneer. Автомобиль станет прямым конкурентом как новому Ford Bronco, на которой сейчас в США наблюдается просто ажиотажный спрос, так и проверенному Land Cruiser 200. Выход новой 300 серии которого ожидается в ближайшие несколько лет. Внешне новый Vagoneer заметно отличается от других моделей Jeep, выпускаемых компанией в последние годы. По сравнению с тем же Jeep Grand Cherokee, новинка выглядит более утилитарно. Последнее время многим покупателям уже просто приелся дизайн автомобилей, содержащий в себе множество причудливых линий и выштамповок. В моду постепенно возвращается простой лаконичный дизайн кузовов. При этом новый Vagoneer не перепутает с автомобилем другой марки. Внедорожник легко идентифицируется именно как Jeep. В первую очередь благодаря фирменной решетке радиатора и характерной форме фар. Вся оптика естественно полностью светодиодная. Также светодиодами подсвечиваются отверстия в решетке радиатора. В то же время никаких отсылок к старым поколениям Vagoneer в машине не наблюдается. Дизайнеры Jeep явно решили не идти по пути своих конкурентов из Ford, которые сделали похожим новый Ford Bronco на модель из 60-х. Сзади новый Vagoneer получит горизонтальные фонари, которые будут полностью светодиодные и объединены светодиодной же перемычкой. Салон нового Vagoneer выглядит крайне современно. Хотя в то же время количество экранов в салоне создает некоторое ощущение избыточности. Всего их будет 7. Больше, чем у нового Mercedes S-класса, который был официально представлен позавчера. Автомобиль оснащен электронным приборным щитком диагональю 12,3 дюйма. Диагональ экрана мультимедийной системы составляет 12,1 дюйма. Также два экрана для задних пассажиров расположены на спинках передних сидений. Блок климат-контроля, опять же, выполнен не в виде сенсорной панели по современной воде, а в виде полноценного сенсорного экрана. Отдельный экран есть даже у переднего пассажира, а также на центральном тоннеле между двумя задними сидениями. Честно говоря, зачем такое большое количество экрана в автомобиле, не совсем понятно. Вряд ли найдется такое большое число функций, для управления которыми был создан этот самый настоящий терминал. Управление режимами автоматической коробки передач будет выполняться с помощью шайбы на центральном тоннеле. Руль выполнен двуспицевым, в последнее время такое решение набирает популярность. Новый джип Grand Vagoneer будет флагманским внедорожником компании, поэтому его салон отделан лишь высококачественными материалами, среди которых искусственная замша, алюминий, деревянный шпон и кожа. Голого пластика нет нигде, а автомобиль будет предлагаться с тремя рядами сидений. При этом сидения второго ряда могут представлять собой как единый диван, так и два раздельных кресла с электрорегулировками. Джип Grand Vagoneer будет оснащаться 10-ю подушками безопасности и всеми на данный момент существующими системами активной безопасности, включая автопилот второго уровня. Grand Vagoneer будет базироваться на раме от пикапа РЭМ-1500. При этом двигатели у внедорожника будут свои собственные. Среди них двухлитровая турбо-четвёрка, атмосферная шестёрка объёмом 3,6 литра, топовым же станет двигатель V8 объёмом 5,7 литра, выдающий 450 лошадиных сил. Последний будет мягким гибридом. В дальнейшем возможно появление полноценного гибрида, который будет ещё более мощным. Он получит всю ту же V-образную восьмёрку, а также электромотор. Совокупная мощность подобной силовой установки будет составлять около 650 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет предлагаться восьмиступенчатый автомат. Для Vagoneer будет предложено несколько систем полного привода. Базовым решением станет система постоянного полного привода. За доплату же будет предлагаться интеллектуальная система, которая сможет перераспределять крутящий момент между двумя колёсами на одной оси. Также у внедорожника будет опциональная пневмоподвеска QuadroLift. Продажи нового внедорожника в США должны начаться в 2021 году. Базовые версии с бензиновой турбо-четвёркой будут начинаться от 40 тысяч долларов. Стоимость автомобилей с двигателем V8 будет начинаться от 65 тысяч долларов. Новый внедорожник может появиться и в России. Здесь его прямым конкурентом станет равный же Toyota Land Cruiser. Цена на машину будет лежать в диапазоне от 5 до 8 миллионов рублей в зависимости от исполнения. Напишите, пожалуйста, как вам новинка, нравится ли вам новый Vagoneer или нет, и почему. Планируете ли вы купить себе подобную машину? На данный момент это вся информация о новом Vagoneer. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомление о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив в этом видео лайк. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока!